Наступила осень, опустили деревни, особенно те, которые во многом состоят из дачников. Вот сегодняшняя деревня одна из тех многих деревень Угличского района, в которой во многом живут дачники. Но, несмотря на конец дачного сезона, они остаются в зиму и деревня продолжает жить. Такое лирическое вступление, друзья. Всем привет! Мы на канале Дача Углич по обзору деревенских домов. Находимся в деревне Покровские горки. Почему начал тему? С дачников. Потому как на них, на наших дорогих и уважаемых дачниках, сегодня держится деревня. Значит, деревня Покровские горки находится недалеко от Углича. У нас уже ранее были обзоры из этой деревни. И вот очередной дом мы хотим показать. Примечательная, конечно же, деревня тем, что находится на берегу Волги. И, соответственно, отсюда и дачники. Ну, местные жители, само собой, в этой деревне есть. Но все-таки дачников здесь больше. Начнем с местности и перейдем к дому. Пойдем. Вот такой вот общий вид деревни. Значит, еще раз напомню, что расположена деревня на берегу Волги. Два километра от города Углич. Значит, вид на дом с дороги. Вот он, наш домик. И вот так вот дорога по деревне. Деревня довольно-таки большая. Мы про ней проедем. А Волга у нас находится там. Вот, получается, наш дом. Она находится на второй линии. К сожалению, с участка Волгу не видно. Но, если забраться на чердак, то, возможно, ее можно будет увидеть. Ну, кстати говоря, может быть, сейчас здесь я пройду. Покажу вам, где за зарослями кустарника. Вот там она находится. Ну, мы проедем по деревне, спустимся к Волге, покажем места для купания. Вот. А пока плавно переходим к нашему дому и земельному участку. Ну, вот еще раз. Дом на ваших экранах. Площадь земельного участка. Значит, 15 соток и, по-моему, 22, что ли. Получается, 37 где-то. Да. В общем, 15 соток, на которых расположен дом, они обработаны. В принципе, участок возделан. А оставшиеся 22 сотки заросли лесом. Сейчас я его покажу, там, березами и ольхой. Поэтому придется его, конечно же, как-то облагораживать. 15 соток, на которых расположены строения, огорожены забором по всему периметру. Такой вот легкий забор, сет, карабица. Значит, столбы. Это, ну, по фасаду профилированная труба. Здесь просто вот такие вот трубы круглые. И вот так вот по всему участку. Кое-какие есть насаждения. Яблони, вот даже еще с остатками былой роскоши. Ну, уже старая яблоня. По-моему, там еще одна. Пару сосен. Ну, кусты вот смородины, по-моему, там вдалеке. Ну, так вот сейчас поближе подойду, еще покажу. Так поподробнее участок. Так вот это выглядит. Напомню, что участок, который сейчас вот я показываю, это 15 соток. Общая площадь 37. То есть 22 сотки за вот этим забором. Выросли уже деревья. В принципе, можно собирать уже грибы на участке. Хотя, наверное, и на этом даже участке. В принципе, в деревнях это не редкость. Можно собирать грибы прямо на участке. Поэтому этот участок придется с ним повозиться. Так, помимо, значит, дома. Вот он, вид сзади на дом. Красиво оброс дом девичьим виноградом. Вот он так покраснел осенью. Помимо дома расположены кое-какие строения. Вот баня. Да, собственно, только баня и уличный туалет. По большому счету, вот два колодца. К ним я сейчас вернусь поподробнее. В принципе, и баню сейчас посмотрим. Ну, наверное, пока мы здесь, тогда начну я показ с бани. Вот она вот так выглядит, друзья. Небольшая банька, небольшое строение. Вот так это выглядит. Вот совсем крохотный предбанчик. Буквально для одного человека. И сама помоечная комната. В общем-то, тоже для одного, ну, максимум для двух человек. То есть здесь будет даже тесно. Все обшито вагонкой. Крохотная банька. Стоит печка. Света в бане нет, к сожалению. Особо показывать здесь нечего. Поэтому вот такой вот краткий обзор бани в двух словах. Построена баня, насколько я понимаю, вообще из досок. Каркасное строение, судя по всему. Даже не сруб. Наверное, каркас утепленный. И крыша. Нужно будет ее перекрывать. Акрыто рубероидом. Но это, конечно, не кровельный материал. Поэтому в ближайшее время придется делать замену кровли. В общем-то, заострять внимание на бане не стоит. Посмотрели. Теперь вот быстренько тоже уличный туалет. Туалет в избе на улице. То есть имеется в виду, что в доме туалета нет. Как это бывает иногда на хоздворе. То есть в хозяйственной части дома располагается туалет. В общем, в нашем случае туалет на улице. Вот так это выглядит. С такой вот эмблемой. Так. Значит. В принципе, можно постепенно подходить к дому. Что мы, собственно, и делаем. Проходя мимо колодца. В нашем случае их два. Вот первый колодец. Вот он. И второй колодец. Возле дома. Значит. Один из колодцев используется как технический для, скажем, технических нужд. Ну, полива каких-то растений, огорода. Либо в баню для мытья. Не для питья. То есть в пищу употребляется вода из этого колодца. Поэтому. Ну, предыстория, почему два колодца. Собственно, когда вот дом приобретался предыдущими хозяевами. Значит, на территории был колодец. Решили выкопать новый. Показалось, вода не совсем как бы пригодная в пищу. Поэтому выкопали новый. И из этого колодца вода более нравится. Поэтому, собственно, их два. Ну, как говорится, много не мало. Где-то бывает не одного, а тут их целых два колодца. И рядом друг с другом. Просто разные жилы проходят. Видимо, и разного качества вода. Незаметно за разговорами подошли мы к своему дому. Вот, еще тут несколько вишен. Показываю. Сирень. Сама изба. Бревенчатый дом. Судя по архитектуре дома, дом старинный. Возможно, даже до революционной постройки. Конечно же, он, вот фундамент, который под домом подливался позже. Изначально дом ставился на камни. Как это делалось раньше. В принципе, до, наверное, 60-х годов дома ставили на камни. Ну, в принципе, были отдельные дома, которые ставили на красный кирпич. Но это было редкостью. Это считалось какой-то зажиточной семьей ставились. В основном дома, крестьянские избы ставили на камни, на закладные камни, валуны. А, значит, четыре окна по фасаду. Вот с такими резными наличниками. Вот решетки в доме, конечно же, говорят о том, что люди, которые на сегодняшний день являются владельцами дома, живут здесь непостоянно. И вот в избежании, скажем так, неприятных моментов. Хотя их, на самом деле, в нашем регионе, это просто, ну, скажем, встречается не так часто. Это часто, я имею в виду, воровство, поэтому решетки, наверное, здесь даже не обязательны. Но в нашем случае здесь и решетки на окнах, и даже сигнализация. Поэтому, как бы, здесь предприняты меры о безопасности даже с излишком. Обхожу я дом с боковой стороны. Здесь вот нижние венцы. В принципе, да, они лежат на земле. Нет, вот он, фундамент. Лежат на фундаменте. Подливали ленту. Ну, не ленту, а фундамент даже, как бы, вот, получается, по всему периметру дома. В том числе и сени. Также подлиты на фундамент. В принципе, сам сруб неплохой. Бревна, ну, снаружи, по крайней мере, вот, бревна не гнилые. Ну, конечно, конечно, старые, это видно. Тем более, что дом не обшит тесом. А вся, как говорится, внешне агрессивная среда влияет на сруб. Поэтому, учитывая то, что дому, наверное, сто лет, может быть, даже больше, такое состояние бревен, это считается неплохим. А сени, видно, вот, переруб. Основная изба переходит в сени. А после идет хозяйственный двор. Конечно же, двор не на фундаменте, я так думаю. Да, вот видно, что вот нижний венец уже начал гнить. Ну, вот, такие вот поперечные столбы, которым крепятся бревна, стоят на тумбах. Тем самым, не давая двору упасть. Двор, конечно же, в более таком плачевном состоянии, в отличие от избы. Вот такие вот здесь вот можно встретить моменты. Уже гнилые бревна. Ну, собственно, и кровля, друзья мои, то же самое. Не в лучшем виде. Шифер, видно, что очень старый. Как на дворе, так и на доме. Хотя, сделан конек на обоих крышах. Как бы примыкание листов шифера. То есть, нет попадания воды и снега. Но сама кровля, конечно, требует в будущем замены. И я думаю, что будущему владельцу нужно это будет делать, не тянуть с этим делом. В избежание неприятностей. Еще раз покажу вот этот красивый девичий виноград. Так называемый, как он обвил двор. Ну, в общем, незаметно. Мы прошли дом вокруг. Вроде бы все показал. Еще раз. Вид на дом, на двор. И предлагаю зайти внутрь. Значит, войти в дом. Входить мы будем со двора. Но хочу сказать, что вот к дому сделана вот такая вот веранда. Крыльцо. В принципе, парадный вход. Как бы главный. Парадный он называется. Назывался вот в избах. Вот он, значит, расположен вот здесь. Но через него нам не войти, потому как здесь вот закрыто. Так, входим через двор, как я уже сказал. Правильно. Вход со двора назывался он в деревнях. В обиходе в деревенском. Потому что вот он, хозяйственный двор. Наверное, зайдем сразу на него. Начнем с него. Наверняка многие из вас знают, что это помещение раньше используется для содержания домашнего скота. В настоящий момент двор используется для хранения где-то материала, вот дыров. В принципе, вот какого-то хозинвентаря. Соответственно, ну, как бы можно сказать, сарай. Пристроенный к дому. Вижу просветы в крыше. Вот о чем я и говорил, что кровля подлежит замене. То есть желательно с этим делом не тянуть. Вот уже есть первые ласточки, так скажем, дыры в крыше. Которые вот здесь я вижу, даже вот уже были протекания. И прям последствия этого протекания, вот уже вот эта вот белая плесень. Это вот видно, что крыша течет. Поэтому придется, придется, друзья мои, заниматься этим в первую очередь. Вот вроде бы сами стропила неплохие, неплохие. Ну, ровно как и обрешетка, конечно, все сделано еще по старинке. Значит, да, вместо досок использовался кругляк. Ну, как вот типа заборы делали, чистокол. Ну, в общем-то, вот получаются вот такие вот бревнышки маленького диаметра. Потому как, ну, с досками был дефицит, конечно же, в то время, когда строили дом. Под кровельный материал дранка. Даже не то, что с досками дефицит. Их вообще, в принципе, не использовали особо. Вот здесь в этом случае даже теса нет. Поэтому, как бы, просто это было недоступно. Соответственно, этим не пользовались. Вот сами стропила, подстропильные лаги, то есть в хорошем состоянии. Видно это. Поэтому, перекрыв кровлю, дальше можно спокойно использовать данное помещение. Но на сегодняшний день вот есть протекания. Я вам их показал. Так. Вот, кстати говоря, еще поднимаясь вверх по ступенькам в сене, и вот, получается, эти подтекания прямо на лицо. Ну, в любом случае придется, наверное, частично менять и обрешетку. Я думаю, наверняка эту обрешетку никто использовать не будет. Поэтому останутся только стропила. И, собственно, все. Все остальное будет заменено. И под кровельный материал сейчас, и всевозможные пленки. И, значит, обрешетка будет в виде досок. И, конечно же, кровля будет там. Любая на выбор. Можно поставить, ну, точнее, поставить тот же самый новый шифер, либо металлочерепицу, профлист, масса различных вариантов. Входим в сене. Значит, друзья, включим свет и вернемся в сене. Сейчас вот через сене мы проходим в избу. Вот у нас здесь вот автоматы. Кстати говоря, они включены. Надо просто... Вот, свет есть у нас. Да, отлично. В сенях зажегся свет. Предлагаю начать с сене, а потом пойти дальше разбирать уже по порядку. Саму жилую избу. Ну, в сенях картина более радужная. Вот, хочу показать вот эти вот. Хорошие, крепкие бревна. Вот как строили наши предки. Прошло сто лет, друзья. А бревно как новое. Это изнутри. Вот, хорошая сохранность. Как бы нет воздействия вот этой агрессивной среды. Там дождя, влаги, ультрафиолета. И вот бревно вот в таком прекрасном состоянии. Проводка вот разведена в кабель-канале, по наружке. Потолок. Тоже все хорошо, без нареканий. Ну, что хочется сказать. Здесь, судя по всему, судя по этому столу, который стоит по центру сеней, это помещение используется как кухня. И используется до сих пор действующими хозяевами дома. Вот, собственно, приезжая на дачный сезон. Видно, что вот осталась посуда. Вот, просто пользуется именно здесь, как кухня. Вот, такие здесь тахта. Ну, большая лавка просто застелена. Сделана такая вот, как будто такая немножко атмосферка, именно как раз летняя кухонка. И даже такими вот украшена предметами интерьера старины. Так, это что касается сеней. Кстати говоря, это выход у нас на крыльцо, на парадный вход, на который мы вот позже сейчас зайдем. И это у нас дверь в чулан. Ну, давайте начнем с чулана. Пройдем в чулан. Точнее, не начнем, а продолжим. Чулана. В чулане у нас также хорошее качество бревен. Углы нас интересуют. Ну, в принципе, вроде бы тоже без особых потрясений. Углы не гнилые. Немножко вроде как потемнели. Да нет, все это просто отсвечивает. Ну, есть какие-то потемнения, но не знаю, с чем это связано. В принципе, бревна целые. Бревна целые. Также потолок. Такий вот. Такой отделочный материал в виде бревен. Просто вот поставлен вертикально. Ну, как бы вот эта стена, перегородка, разделяющая пространство сеней от чулана. Ну, чулан, наверняка многие знают, что это такое. Это, по большому счету, кладовая комната. Кладовка. Ну, здесь вот она как какая-то мастерская, видимо. Здесь видно, что какие-то материалы. Что-то тут клеили. Разбирали, делали. Ломали, строили. В общем, короче говоря, мастерская. А хозяина вот даже расшили. Да, все. Что здесь еще показать? Вроде бы больше нечего. Ну, стоит сказать, что в чулане, как бы, если вдруг была большая семья и места на всех не хватало, могли даже оставаться ночевать в чулане. Но это в летний период. Как вы понимаете, что и сени, и чулан – это все холодное помещение. То есть, это не зимняя часть дома. Они не отапливаются. Вот сама изба, в которую мы проходим, это уже зимняя изба. Называется зимний дом. Или зимовка. В общем, везде по-разному. Но это вот с печью, как раз вот мы при входе, сразу же окидываем в зору печь. То есть, она отапливала весь дом. Соответственно, это дом для круглогодичного проживания. Сама изба состоит из двух комнат и кухни. Ну, там и прихожая такая небольшая. В общем, получается, вот первая комната, где я стою. Вторая комната. И там вот кухня, ну, в общем, стена, одна из стен печи выходит во вторую комнату. В общем-то, все перегородки, которыми разделено пространство избы, они не несущие. То есть, их всегда можно будет как-то переставить, если это будет необходимо, в принципе, изменить планировку. Ну, вот, на данный момент пока-то вот планировка вот таким образом выглядит. Вот, опять же, вот эти двери, вот эти вот ручки говорят о том, что дом старинный. Дом старинный. Конечно, многое здесь поменялось, то есть, но тем не менее. Конечно, если представить, что эти стены были бы без обоев и вот бревна, которые были в сенях, были бы здесь, просто была бы песня с такой вот ретро-проводкой, которую, ну, в принципе, и не меняли даже, потому что она в хорошем состоянии. Показываю потолок. Вот эти потолочные переклады. Как их называют плотники? Матица. Тут же все в порядке. Ширина матицы, я не знаю сколько, наверное, сантиметров 40, я думаю. Поэтому... А пол уже перестелен. Вот, кстати говоря, пол уже перестелен по-новому, потому что вот такие вот досочки раньше не использовали. Ну, просто, как я уже сказал, дефицит был с досками, поэтому если брали доски, то там они были размером, там, шириной, имею в виду, что достигали до полуметра. То есть, такие широкие доски были, как правило, 300, то есть, ну, 30 сантиметров, это как бы как минимум. Так, выходим. Из комнат. И, получается, вот мы заходим в кухню. То есть, на кухню. Вот это такая вот прихожая здесь. Приходят мы отсюда, пришли сени. Значит, вот прихожая, здесь такой диванчик. Стол, холодильник. Ну, видимо, здесь тоже могли принимать пищу. Помимо того, что в летний период вся тема, связанная с едой, проходила там, в сенях. А вот в зимнее время готовили и принимали пищу, вот я думаю, здесь. В общем-то, это что касается прихожей, еще раз ее покажу. Теперь кухня. Значит, такая вот. Перепад здесь. Можно упасть носом. Немножко такой перепад уровней. Пол здесь поднят. Получается, вот здесь. А здесь как бы уровень меняется. Кухонка небольшая. С такой вот красивой печью. Ну, буквально вот тут, не знаю, тут. Четыре метра, наверное, квадратных. В принципе, это не редкость для деревенских исп. На самом деле, это как бы обычное дело. Водоснабжение. Колодец, который мы показывали на улице. Воду носили ведрами. Ну, и носит до сих пор. Вот, рукомойник. И, получается, сделан слив. Слив, вероятнее всего, просто труба выходит куда-то на улицу. Кстати, мы сейчас спустимся в подполье, посмотрим, что там происходит. И думаю, что все поймем. Вот оно, подполье. Ну, в общем, вот такая кухонка. Кстати, вот если возвращаться к печке, вот даже не знаю, как назвать это. Вот, не русская печь, получается. Это уже модернизированная, переделанная. Хотя, может быть, не меняли, сразу такую сделали. Делали печь. Сложно сказать. Вот этот свод говорит о том, что вроде бы печь старинная. Но я таких печей не встречал. Не знаю, как это называется. Наверное, какая-нибудь вроде типа голландки, что ли, скорее всего. голландка. Наверное, называется эта печь. Но если кто знает, поправьте. Если вдруг я ошибся. Шибер. Все в рабочем состоянии. Так, это у нас подтопок называемый. Зульник. Ага. Ну, то есть, получается, печь-то, кстати говоря, оттопится только под топком. Здесь вот устья нет, как в узкой печи. Но вот есть плита при топке печи. То есть, на плите можно готовить. Вот здесь, получается, две стены печки отделаны. Вот таким вот. Не изразец, это, наверное, типа плитка кафельная. печь оттопливает. Ну, в общем-то, печь оттопливает всю избу. К большому счету, этой печи, я думаю, что хватает с избытком на всю избу. Поэтому... Ну, и плюс ко всему, там, стена спальни выходит... Здесь плюс перегородки они не до конца возведены. Соответственно, теплый воздух циркулирует по всей избе. Так, теперь мы спустимся в подпорье. Посмотрим, что происходит там. И тут-то было... Ну, что ж, да. А не, тут надо топорик, я думаю. Вот так за кольцо подцепи, нет? Да, не, не, тут надо вот это вот, я думаю, делать там вот так вот, раз, да. Оно там просто так не подцепится. Думай. Да, думаю, да, Сергей. Думаю, что да. Ну, хорошо, что-то тебе не думалось. Где у нас это? Вот стоят. Кочерга. Ну, зачем отличаются мои руки от кочерги, я не понимаю. То есть, сил-то то же самое. Она нагнется. Ох, Серега. Сразу видно. Техническое мышление только изогнута кочерга, вот. Ну, мы все это выпрямим. Не думайте, что мы портим мебель. Точнее, предметы интерьера и быта. Так, теперь нам как-то нам его установить. Я, наверное, сделаю вот так. Вот так. Ну, ладно, с учетом. Не поминайте лихом. Так, подполье. Гоу. Такая вот лесенка ведет подполье. В принципе, подполье не высокое, но и не маленькое. Такое среднее подполье, судя по всему. и сразу вот обращаю внимание, как вот только спустился, вот слив, о котором мы говорили. Вот идет ПНД труба такого довольно большого диаметра. Ну, это, наверное, как канализационная. и 50-ая труба, скажем, всего. То есть, не 25-ая, а 50-ая. Вот. И она закопана в землю. Значит, закопана в землю. Ну, под землей, скорее всего, выходит на улицу. И сливается вода в какой-то отстойник. Значит, вот хожу по-пластунски, но хочется сказать, что подполье сухое, друзья, вот здесь, не знаю, передает камера или нет, но это здесь видно, что сухо, но открыты все продухи. То есть, вот раз и два. Значит, лаги половые огромного диаметра, просто огромные лаги. Вот. Не знаю, передает эта камера или нет. Стоят на таких тумбах. В принципе, лаги, конечно же, ну, с поправкой на возраст в нормальном состоянии. Сто лет, как-никак. Да, где-то, может быть, вот поверхний слой там уже немножко вот он начинает, может, где-то поврежден, скажем так, но сама она еще внутри целая, поэтому прослужит лага еще довольно долго. ну, вот не знаю, вот коралла здесь, конечно, все это отваливается, понятно, все может быть изъедено уже, где-то вот здесь уже можно расковырять. Ну, я думаю, что пока на это обращать внимание ни к чему, то есть менять их придется нескоро. Конечно, друзья, многие мне могут сказать, что вот, мол, там, они уже гнилые или все прочее. Конечно, поправка на возраст, я опять же говорю, сто лет этим бревнам, поэтому, конечно же, они не будут как новые выглядеть в подполье, тем более. Как бы, ну, все-таки на мой взгляд, сохранились они неплохо для половых этих подпольных лаг. А это, в первую очередь, говорит о правильной эксплуатации дома, то есть, что можно бревно сгнить за 10 лет, если его протушить, или, например, не открывать подполье. А здесь прошло сто с лишним лет, я думаю, если мы берем год постройки дома дореволюционный, и она в таком состоянии, поэтому, значит, с лагами порядок. Фундамент, который мы видели с улицы, вот он проходит. Бревна. Ну, бревна вот эти вообще хорошие, вот они прям чувствуются, они внутри целые, в отличие, конечно, да, от лаг. лага, вот когда, опять же, возвращаясь к лагам, конечно, такого нет, но это и чувствуется, верхний слой, он, конечно, поврежден, вот, но учитывая диаметр этой лаги, опять же, к ним возвращусь, учитывая диаметр, внутри, как бы они, ну, какая-то часть еще целая, поэтому она будет еще служить. Ну, сам сруб, кстати, вот я здесь вижу, что он проложен на мох, везде вот углы, все в порядке, и вот, что немаловажно, они не гнилые. Вот такие тумбы держат половые лаги. Ну, там вот стоит такой вот столбик бревенчатый, ну, в виде бревна, но, судя по всему, он стоит недавно, чтобы сгнил. Ну, я так думаю, что, конечно же, ему не сто лет. печь держат такие кирпичные тумбы. Видно, нет? Вот, сама вот колода под печь. Ну, в общем, фундамент под печь тоже в полном порядке. Так, пробираюсь под второй лагой. Ну, здесь вот фундамента поддома я уже не вижу. Вроде бы, нет, вот он. Вот, фундамент поддома, внутрь чистить немножко, есть вот здесь плесень. Вот, видимо, не хватает конвекции воздуха вот до сюда, что ли, что угол вот здесь прям видно, что весь в плесени. Вот такая вот здесь шуба по всей стене. Поэтому, вот, где, видимо, застаивается влага, хотя, ну, на полу сухо, но, тем не менее, видимо, вот нету должного проветривания. Подполье создается определенный микроклимат, и вот распространяется вот такая вот бяка. Нужно с этим что-то делать. В принципе, сами бревна частично вот есть уже разрушение. Вот есть уже разрушение, возможно, какие-то бревна придется менять. Да, вот оно пустое. Вот так вот. Но, стоят они, кстати говоря, на фундаменте. Эти бревна, несмотря на это, что они даже не соприкасаются с землей, все равно они вот пришли в такое состояние из-за того, что нету должной циркуляции воздуха. Так, выходим наружу. Так, ну, в принципе, здесь мы закончили с избой. Можно пройти, вот, посмотреть еще веранду. это вот, тот самый парадный вход, через который мы не вошли, а пошли со двора. В общем, он, конечно же, закрыт, но вот этот крючок открывается, в принципе, можно выдернуть и бамс, если бы там не было закрыто, можно было бы выйти. Вот, а так, это на сегодняшний день вот такая еще одна полноценная летняя комната, но здесь вот стоят велосипеды убраны какие-то вещи нужные и ненужные отделана она деревом. В общем, вот так это выглядит. Так, друзья, осталось посмотреть чердак, дверь на чердак находится здесь. поэтому потихоньку поднимаемся на крышу. Кстати говоря, здесь еще одна дверь и нам ее нужно как-то открыть. Так это все выглядит. Не упала бы она на голову, эта дверь. открывается. В общем-то, мы на чердаке. но должен сказать, что все не так плохо. Да, есть вот следы подтеков, не знаю, устранилось это течь или нет, но она здесь была. крыша То есть, вот видно о том, что крыша текла. Значит, так же все выполнено еще по старинным технологиям в виде в качестве обрешетки использовались вот такие вот бревна, бревнышки маленького диаметра, где-то полубревна, дранка, стропила. Значит, стропила, как и в случае со двором, в хорошем состоянии и сами стропила, вот подстропильные лаги, то есть, все в должном состоянии. Вот эти вот потолочные переклады, получается, это вот так вообще огромного просто диаметра. В принципе, все в пределах нормы. Если вот не считать вот эту вот течь на чердаке, течь в крыше в одном месте. Это, кстати говоря, я смотрю на трубу, на печную, на боров. Выходит печная труба, боров и дальше переход на что такое у нас за материал? Какая-то керамическая труба. В общем, короче говоря, переходит с кирпичной кладки на вот такую вот круглую трубу. Так, ну все, с чердаком вроде тоже все понятно. Лезем вниз, точнее, спускаемся вниз и закрываем за собой вот эту дверь. Так, ну проедем по деревне, поглядим как это все выглядит. Я уже в начале обзора начал говорить о том, что деревня дачная. Ну, то есть много приезжих. Люди в основном используют дома но в принципе как и для постоянного проживания, так и для сезонного отдыха. Ну, вот я хочу просто показать значит саму деревню, дорогу по деревне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то вот на такой вот красивой картинке и позитивной ноте. Хочется закончить сегодняшний обзор на берегу Углического водохранилища. Напомню, что обзор наш проходил в деревне Покровские горки. Деревня расположена на берегу Волги. Ну, собственно, на этот берег мы и пришли. Видно, что хороший спуск, пологий подход, подъезд к водоему без всяких проблем. Спасибо, друзья, что смотрели обзор до конца. Всем хорошего настроения и до встречи на наших деревенских обзорах. Пока. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А. Корректор А. как новая. При съемке ни одна кочерга не пострадала. Корректор А.